Новое правительство поведет Украину в Европу. Сепаратисты в Донбассе говорят, что им в другую сторону. Продолжим тему сразу после выпуска новостей. Блок Петра Порошенко передал партиям Народный фронт и самопомощь текст коалиционного соглашения. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил собственный план коалиции. Лидер партии Народный фронт считает, что к формированию альянса также необходимо привлечь партию Батькивщина и радикальную партию. Яценюк заявил, что готов возглавить новое правительство. В Брюсселе проходят переговоры по газу между представителями ЕС, Украины и России. На предыдущей встрече Москва и Киев согласовали цену на газ. До марта Украина будет платить 385 долларов за тысячу кубометров. Однако странам еще предстоит договориться о том, как будут оплачиваться поставки российского топлива. Ракета-носитель с непилотируемым космическим кораблем «Сигнес» взорвалась на космодроме Уоллоп в США через 6 секунд после старта. Взрыв ракеты нарушил график снабжения американского сегмента МКС. Катастрофа помешала доставить на орбиту более двух тонн грузов – воду, кислород, оборудование и топливо. Олимпийский союз Германии подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году или в 2028 году. В качестве места проведения игр предложены Берлин и ГАМ. Решение о том, какой из городов станет официальным претендентом, немецкий Олимпийский союз примет в марте 2015 года. Курдское ополчение Пешмерга перебрасывает свои подразделения из Ирака в Сирию. Турция дала разрешение на въезд бойцов и боевой техники. Курдские ополченцы направляются в сирийский город Кабаны, за который уже более месяца ведутся бои с радикальной группировкой «Исламское государство». Выборы на Украине состоялись. Подведение итогов завершается. От них будет зависеть, кто войдет в правительство и кто его возглавит. Ведь по украинской конституции роль премьера не менее важна, чем роль президента. В Центр избиркоме находится сейчас наш киевский корреспондент Александра Индюхова. Александр, скажи, сколько партий проходят в Раду и каков расклад сил? Первое место у действующего премьера Арсения Яценюка. Он сохранил небольшое преимущество перед блоком Петра Порошенко. У партии Яценюка Народный фронт чуть более 22%, у блока Петра Порошенко чуть меньше. Третье место 11% у политического новичка объединения Мора Львова Андрея Садового. Самопомощь почти 9% у партии Оппозиционный блок. 5% барьер также преодолевает радикальная партия Олега Лешко и партия Юлия Тимошенко Батькивщина. Половину депутатов Верховной Рады избирают по партийным спискам, вторая половина – это депутаты-одномандатники. Уже известно точно, кто из них проходит в парламент и к каким блокам они примкнут. По многим округам уже все ясно. Лидерами избирательной гонки стали самовыдвиженцы и представители блока Петра Порошенко. Среди кандидатов-одномандатников можно отметить сына президента Алексея Порошенко, экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина, экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруту и Дмитрия Яроша, лидера правого сектора, хотя его партия в этот парламент не проходит. Главный итог – одномандатников прошло больше от блока Петра Порошенко. Возможно, это будет самая крупная фракция депутатская, но к кому захотят примкнуть независимые депутаты, пока точно неизвестно. Президент Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк готовы вести переговоры о создании правительственной коалиции. А у их фракций будет достаточно голосов для формирования правительства? У Яценюка и Порошенко будет 50% плюс один голос. Но они хотят вести переговоры с другими политическими силами, с Батькивщиной, с самопомощью. Цель – сформировать правительство, у которого будет две трети голосов, то есть конституционное большинство в парламенте. И блок Петра Порошенко, и Народный фронт Яценюка уже подготовили каждый свой вариант коалиционного соглашения и объявили готовность к широкой дискуссии. Спасибо, Александра. Я напомню, что на связи со студией был наш киевский корреспондент Александр Индюхова. Кстати, Яценюк призвал назвать новую коалицию «Европейская Украина». Его проект коалиционного соглашения уместился всего на двух с половиной страницах. Голосование удалось провести не на всей территории Украины. Выборы не проходили в Крыму, а также в той части Донбасса, которая находится под контролем сепаратистов. Самые провозглашенные республики решили провести свои выборы, результаты которых никто, кроме, возможно, Москвы, не признает. О ситуации в Донбассе перед этими так называемыми выборами наш сюжет. Уроженец Донбасса Иосиф Кобзон с ансамблем песни и пляски МВД на сцене Донецкого театра оперы и балета. Известный еще с советских времен певец и член Российской Госдумы приехал в контролируемый сепаратистами город, несмотря на то, что Киев запретил ему въезд на территорию Украины. Александр Захарченко, один из руководителей сепаратистов, дуэтом вместе с Кобзоном исполнил советский хит «Я люблю тебя жизнь» и пожаловал певцу титул почетного консула ДНР в России. Видимо, чтобы создать в опустевшем Донецке атмосферу праздника, трансляцию концерта устроили на улице. Если еще полгода назад центр города был наполнен людьми, то сейчас все изменилось. Многие дончане разъехались кто куда. Оставшиеся жители города без надобности стараются на улицу не выходить. Слишком небезопасно стало в столице Донбасса. Не состоялись в Донецке и выборы украинского парламента. Немногочисленные прохожие, с которыми нам удалось пообщаться, похоже, не верят, что выборы способны изменить ситуацию в Донбассе к лучшему. То есть большинство опять взяли те, которые были и до этого. То есть та же самая позиция, которая и была. «На арене все те же. Я не верю в то, что будет разумно решаться эта проблема». «Вы знаете, во-первых, я хотела бы, чтобы постарались как-то найти консенсус». Некоторые районы города сильно пострадали в результате обстрелов. Бои за аэропорт еще продолжаются. Многие жители города на грани выживания. Бюджетники, врачи, учителя, пенсионеры несколько месяцев не видели своих зарплат и пенсий. Украинские власти не могут выплачивать деньги, потому что не контролируют территорию. А самопровозглашенная ДНР вместе с так называемым мэром города обвиняют во всем Киев и ждут, когда местным жителям заплатят украинские власти. Война заставила дончанку Марию Козловскую бежать за тысячу километров от родного города. 74-летняя женщина переехала на Западную Украину, во Львов. «Ну, кто-то из людей помоложе прятался в бомбоубежище. А я старая, у меня болят ноги. Я жила на седьмом этаже. Пока спустишься, бомбежка начнется. Знаете, как страшно? Окна вылетают, стекла летят. А я спускаюсь. Не успеваю спуститься. Я не успеваю спуститься». Политикой женщина не интересуется. Мечтает поскорее вернуться домой, в Донецк. «Я за мир больше ничего не хочу. Кто придет к власти, мне все равно, лишь бы было хорошо для страны». Но ситуацию в Донбассе в ближайшее время разрешить вряд ли удастся. 2 ноября сепаратисты на контролируемых ими территориях собираются провести свои выборы. Это уже второе голосование в регионе за последние полгода. Весной итоги так называемого референдума были, по мнению Запада, сфальсифицированы. ОБСЕ и на этот раз не собирается отправлять на выборы в ДНР своих наблюдателей. Итоги нынешнего голосования может признать Кремль. Мировая общественность и украинские власти эти выборы не признают. Они идут вразрез с украинским законодательством и ставят под угрозу мирный процесс на Донбассе. О развитии событий мы расскажем в завтрашнем выпуске «Геофактора», в том числе на телеканале «Дождь», а также на сайте Deutsche Welle в интернете. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова